Привет, друзья! И в этом видео я показываю вам детально пляж отеля Рифуазис Блюбэй, как выглядит пляж, какие здесь есть заходы в море, какое здесь пляжное покрытие, шезлонги, зонтики, как это все выглядит, как выглядит бар на пляже. Все я покажу вам в этом видео, поэтому подписывайтесь на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео, жмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых моих видео. Смотрите мои видео, и тогда все ваши путешествия будут только с положительными впечатлениями. Погнали! Итак, ребят, вот я вам показываю пляж Рифуазис Блюбэй. Я нахожусь сейчас внизу на этом пляже. Его еще можно посмотреть сверху, с панорамной площадки, там где находится Инфинити Бассейн. Оттуда тоже потрясающие виды на бухту Намабэй. Ну, вообще там просто круто, ребят. Очень красиво, мне это все очень нравится. Я в восторге от всех этих видов. Красота-то какая! Лепота! Лепота! Значит, сам отель, смотрите, он находится на возвышенности. Видите, какая скала? Вот. А пляж находится внизу. Значит, здесь есть у нас лифт. Он работает, в принципе, с 7 утра до 18 часов вечера. Дальше, ребят, пляжное покрытие. Смотрите, значит, на пляже есть два варианта. Первое. Вот это вот песочек. Идеальный мягенький песочек. Да, он не белый, он желтоватый, но он идеальный и мягенький. Я так понимаю, скорее всего, это завозной песок, то есть насыпной песок, это не родной песок побережья. Потому что родной песок побережья, он в перемешку с галькой, он намного, он даже краснее, он как такой красный. А это вот желтенький, такой приятный, мягенький, ребят. И чисто песочек, без гальки. Ну как, местами может что-то есть, там пару камушек где-то проскакивает меленькой гальки. Но здесь именно, вот, показываю вам, мягенький, приятнейший песочек. Идем дальше, ребят. Шезлонги и зонтики. Шезлонги, ну они в возрасте, это заметно. Не первой свежести, но они в отличном состоянии. Смотрите, как это выглядит. Правда, да, есть новее, есть старее. Но вот слева у нас более новее шезлонг. Он еще не выгорел, не покоричневел. А вот справа немножко, ну, чуть-чуть, чуть-чуть, ребят, уже отобразилось на этом шезлонге его возраст. Зонтики. Зонтики из бамбука, чтобы не парило, когда вы здесь находитесь в тенечке. Чтобы, когда очень ярко светит солнце, вам не было жарко под зонтиком. В принципе, в большинстве отелей Египта зонтики выглядят именно таким образом. Идем дальше, ребят. Давайте разберем, какие здесь есть заходы в море. У отеля Рифуазис Блюбей. Итак, вот наш первый заход. И показываю, как он выглядит. Значит, спуск здесь, именно на этом заходе в море, идет в такой вот плиты каменной. И дальше внизу у нас песок. Смотрите, песок этот идет до буйков. В перемешку с песком на дне есть камни. Они небольшие и большие, но, собственно говоря, как бы на дне есть камни. В принципе, то, что я ходил, ну, лично мне это нормально. Возможно, кому-то будет дискомфортно. Чтобы вообще не было вопросов, используйте спецобувь, коралки, и все будет отлично. То есть за этими буйками у нас начинается коралловый риф. Там ходить небезопасно, да и нельзя босиком. Если будете в коралках, скорее всего, вам тоже будет свистеть, значит, спасатель, что ходить за буйки нельзя. Друзья, обратите обязательно на это внимание. Идем, друзья, дальше на следующий заход. Сейчас посмотрим, как это все выглядит. И вот еще один наш заход. Вот, ребят, смотрите, тут у нас уже вырезаны ступеньки для того, чтобы более комфортно было можно спуститься в море. Здесь он тоже песчано-галечный, и все это песчано-галечное дно идет до буйков. Вот, видите, буйки, значит, за них заходить нельзя, там начинается коралловый риф. Рыбки подплывают близко, в принципе, даже и за буйки вот эти заплывают. Значит, по глубине, ребят, смотрите, показываю. Ну, взрослому здесь по колено, максимум будет по пояс. А вот деткам самое то. Им хорошо здесь будет комфортно, уютно и безопасно. В воде на дне присутствует немножко камушек, мелких камней. Если хотите, чтобы вообще полноценно безопасно и комфортно ходить по дну, хоть оно и песчаные, обязательно обувайте кораллки. Всегда рекомендую в Красном море, неважно какой заход, обувать кораллки, и тогда у вас будет порядок с вашим отдыхом. Если вы это не делаете, ребят, может быть, все что угодно. Поэтому, пожалуйста, одевайте какую-то специальную обувь. Хотя бы тапочки обуйте для захода, если вы заходите с берега по песчаногалечному покрытию. В общем, несомненный, огроменный, жирный плюс вот такой заход. Не все отели обладают такой лагуной. Пойдемте дальше. Теперь мы сейчас пройдемся к пирсу, к понтону. И покажу вам, как он выглядит. Сейчас полкнемся, а потом выйдем. Так, ребят, смотрите, значит, здесь есть еще третий все-таки заход в море с берега. В принципе, он такой же самый, как и предыдущих два. Ну да, предыдущих. Предыдущий. Здесь вырезаны ступеньки из камня. И дальше вот, смотрите, ребят, песчаногалечный заход, чтобы вы могли зайти с берега для тех, кто не умеет плавать, либо боится плавать. Опять, глубина здесь максимальная будет по пояс для взрослых. Поэтому обязательно учитывайте эту информацию. Водичка прозрачная, чистая, просто потрясающая. Значит, стандартно, песчаная часть, песчаногалечная ограждена здесь буйками. За буйками начинается у нас коралловый риф, живой коралловый риф, ребят. Ну и пойдемте все-таки теперь дойдем до нашего понтона. Вот мы к нему подошли. Ну вот видите, совсем коротенький. Сколько? Я бы сказал, где-то метров 15-20. Стационарный, удобный, короткий понтон с отличным заходом в море. При спуске с понтона, ребят, сразу начинается глубина. Все в видео вам будет видно. Даже здесь, возле берега, ну вот, 3 метра от берега, смотрите, уже плавают рыбки. Несколько видов. Вижу рыбку-хирург. Вижу еще там какие-то, не помню, как они называются. И, в принципе, живые кораллы даже здесь, возле берега есть. Ну, в этой части, где у нас понтон. Показываю один из спусков, их таких два, ребят. То есть, именно ступеньками, не лестницей, а ступеньками. Видите, как он выглядит? То есть, но сразу глубина. До дна вы не достанете. То есть, сразу с понтона. Я не помню, сколько там, ну, несколько метров начинается глубины. То есть, ножками вы на дно с понтона не станете. И потрясающий, красивый, живой коралловый риф. Так, возвращаемся с понтона. Дальше покажу вам инфраструктуру на пляже, ребят. Значит, прямо у нас идет, значит, дайв-центр. Тут вы можете там заказать, в принципе, поплавать с аквалангом, понырять, посмотреть всю эту красоту. И дальше, сейчас я пройдусь, покажу вам бар на пляже. Значит, там у нас, ну, на пляже можно попить напитков алкогольных, безалкогольных, и, в принципе, фудкорт такой минимальный есть. Не знаю, покажу вам, не покажу, что там есть по еде, потому что я во время его работы буду отсутствовать. Значит, бар работает с 10 утра до 18 вечера. А вот перекусить в нем можно с 11 часов дня до 17 часов вечера. Соответственно, ребят, ну, в принципе, я в это время, как правило, не нахожусь в отеле, поэтому, возможно, даже я не покажу, что тут есть по еде. Так что, если что, пишите это все в комментариях под этим видео. Я обязательно все почитаю. Если есть вопросы, задавайте комментарии, так же самое, под этим видео. Ну что, друзья, показал я вам пляж отеля Riff Oasis Blue Bay. Надеюсь, я все вам показал, что необходимо вам знать, и все это вам понравится. Пишите обязательно все ваши вопросы, если у вас они имеются в комментариях под этим видео. Не забывайте подписываться на мой канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. Жмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых моих видео. Смотрите мои видео, и тогда вы всегда будете в курсе самой объективной информации, чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok